Приветик! В общем, я захотел одно короткое видео. Конечно, по мультиметрам у меня ещё будет. Одно сводное, да? Где я буду весь свой инструмент показывать. Пошёл я в ДНС и увидел там аппетитный ценничек в размере 260 рублей за этот мультиметр. Причём, фирма-то какая! Смотри, Мастек, Мастэч, кто там у нас называет так? Мастэч. Мне кажется, это неправильно. И действительно ли это та фирма, за которую она себя пытается выдать? Всё легально, действительно, в ДНСе. Производство, нашлёпка на русском. Опять же, тоже с логотипом компании, что удивительно. Ну и тут некоторые характеристики. Точность 0,1А. Температурный коэффициент. А почему? Тут нет у нас измерения температуры. Странно. Странно. Термопары к нему я как бы в комплекте не наблюдаю. Но у меня такое ощущение, ребята, что я купил щупы за эту цену. Мне в подарок дали тестер. Тестер ещё и с кроной внутри. Прикольно. Щупы, кстати, у нас неплохие, на мой взгляд. До одного киловольта они могут и умеют. Конечно, проверять я не буду. Но вот вы сами видите, что нашлёпка такая имеется. По сравнению с моим обычным мультметром, да? Который я использую повсеместно. Тоже в DNS куплен в 2018 году. 2019-2018 год. Не помню уже точно. В общем, DT и три цифры. Я не помню, честно говоря. Просто спонтанное видео такое, опять очередное на моём канале. В общем, это обычный самый мультметр. Да, с прозвонкой, с генератором. Кстати, вот здесь я что-то не увидел. Режим генерации. Что у нас вообще здесь есть по замерам? Постоянка. Переменка. Плюс ещё здесь бонусом нам воткнули две функции. Замер батареи. Ну, в принципе, это можно и на 20, и на 2 замерить. Я не знаю, зачем они продублировали эту функцию. Непонятно. Вообще непонятно. Да, можно повербэнки свои, да, 18650 измерять. Но, в принципе, и этого режима 20, и 2 хватит. Да, хватит. Для батареек, для всякой разной мелочи. Здесь, к сожалению, нету диодной прозвонки цепи. Вернее, она есть, но она беззвучная. Сейчас покажу. Когда мы замыкаем наши щупы. Кстати, с щупами здесь ещё один косяк присутствует. Чуть позже расскажу. У нас пищания никакого нет. Про подсветку... Пардон, не могу я. Передачить не буду. Вот я замкнул щупы, единица. Всё равно. Стоит ли мне немножко поднажать туда вот эти вот наши контактики, как оно работает. Косяки есть. Косяки есть. Большой ток измерить нельзя. Но, в принципе, это карманный мультметр. Да, там перемычку огромную ставить. Вы можете спалить устройство, во-первых, и самому поджариться. Это понятное дело. Звуковая индикация. Это можно сделать. Но, в принципе, у меня мультметр на гарантии. Но, в принципе, мы его разберём, посмотрим, что там внутри. Просто тупо интересно, что туда запихнули. Вот. И нет подсветки. Ну, что вы хотели? 260 рублей. Но есть вот такой прорезиненный чехол. Я думаю, что расколоть его будет сложно. Он такой крепенький достаточно. Но, к сожалению, толстый. У меня с Китая ещё идёт парочка. Они ещё меньше, чем это устройство. Там примерно такие же функции. Ну, там есть диодная... Звуковая прозвонка, короче говоря, при нуле Ом. Да, у вас он пищит. Здесь такого, к сожалению, нет. Но это, опять же, исправляемо. И предел измерения потока у нас сколько... Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так... Fuse protection. 250 миллиампер на 250 вольт. По идее, там внутри должен быть обычный предохранитель. Вот на такой ток рассчитан. Что у нас здесь? 200 миллиампер. Да, больше вы им не замерите. Взял просто поугарать. Не, ну, блин, за 260 рублей, я думаю, он неплохо выглядит. Совсем неплохо. Ну, вот зачем они продублировали, конечно, функцию, которая здесь... Вот здесь есть, да, тоже непонятно. Просто забили циферблатик, колесо режимов ненужными, мне кажется, на мой взгляд, функциями. Да, транзисторы здесь вы не потестите, да, ампераж высокий вы здесь не замерите. Всего здесь у нас два разъема. Проблема у нас с щупами. Какая проблема? Проблема такая, что дотыкать их нужно туда. Скорее всего, проблема либо в разъемах здесь внутри, либо просто щупы нестандартные. Такое ощущение, что они просто закупили щупов, да, более-менее, и просто в довесок реально нашли на складе, налепили мастек, да, и начали продавать. Ну, вот можно вот эти лепестки немножко пододвинуть, на мой взгляд, мне кажется, да, и оно будет работать. А может быть и не будет работать. Давайте вскроем, что ли, посмотрим. И косяк весь из-за неконтакта вот этих щупов заключается в том, что здесь вот этот резиновый бампер, так скажем, он мешает до конца воткнуть щупы. То есть они должны плотненько сидеть там в гнезде. Они не сидят. Об этом, кстати, тоже в отзывах писали и жаловались. Ну, и так, давай, вскроем, что там внутри в тесте за 260 рублей. Я прям, знаете, в шоке. В шоке. Да, запах, конечно, здесь... Да, пахнет китаем, но какой-то мастек, мать его. Там внутри что-то, по-моему, батарейка, да? Два болтика, я надеюсь, что здесь протыкать ничего не надо, да? Так, надо отверточку. Запашок, ребята, удушливый. Запашок, ребята, удушливый, да, если я еще об этом не сказал. Матарейка, кстати, неплохая здесь внутри стоит. Такое ощущение, что реально, вот, тестер нам в подарок вручили. Так, обвязка, капля микросхема, скорее всего, подстройка нуля здесь у нас вот этот переменный резюк, да? Ну, и обычный самоделишный предохранитель прямо здесь распаян. Это, скорее всего, наверное, два варистра здесь. И, скорее всего, они, наверное, запараллеленные. Судя по всему, да ведь? Ну, могу ошибаться. В общем, плата у нас... Смотрите, плата датируется у нас 2013 годом. 2013-01-19. Модель, видите, да? 831-BM2. На коробке у нас написано MS-833. Значит, все-таки это, наверное, Китай. А может быть и нет. Пожалуйста, напишите в комментариях, у кого реально есть мастековский прибор подобный. И Китай это или не Китай. Судя по стандартам, которые тут нанесены, ну... На китайских нашлёпках это тоже бывает. Вот зачем-то здесь площадочка предусмотрена, да? Вот она. Непонятно. Динамик чуть позже я, конечно, поставлю сюда. Но видно сразу, что разъёмы, ну, мягко говоря, скажем, говнистые. И они, по-моему, ещё и проклеенные. Видите, да? Проклеенные. То есть, вот эти гильзочки, которые внутрь заходят вот туда, это просто, ну... Плата от какого-то другого. Корпус от второго. Да, контактные гильзы вообще от самого дешёвого мультиметра, судя по всему. Вот такие вот дела. Что у нас внутри? Я надеюсь, его не раздолбал, пока разбирал. Да нет, вроде дисплей не потёк. Вот такие вот дела. 200, мать его, 60 рублей. Я не шучу, я серьёзно. Но... Запах, конечно, ядрёный. Если открыть и занюхнуть. Такие, ребята, дела. Чуть позже будет видео про все мои мультиметры. У меня их ни один, ни два, ни три, ни четыре. Приедут с Китая, обязательно запишу. Итак, ребята, спасибо за внимание. Особенно за вынимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok